Приветствую, братья и сестры! Следуй за мной или иди за мной. С таким призывом Христос обращался к разным людям в период своего служения на земле. Что значит следовать за Христом? Нам известно из Евангелия, что за Иисусом всегда следовало множество народа. Люди видели чудеса, кто-то был исцелен, кто-то был накормлен, им очень нравилось слушать Иисуса. Но этого ли хотел Христос? В этом ли заключалось следование за Господом? Одними из слышавших такие слова были ученики, которых Христос избрал на служение. Мы прочитаем Матфея, 4 глава, 18 стих. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тот час, оставив сети, последовали за ним. Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мною. И он встал и последовал за ним. Мы знаем, что 12 учеников, это были первые, которые приняли приглашение и последовали за Иисусом. Кажется, что это не представляло никаких сложностей для них. Может быть, складывается даже такое впечатление, что это было так легко. Они бросили сразу все свои дела, последовали за Иисусом и получали только удовольствие быть в непосредственной близости со Христом. Быть участниками Его служения. Но это не так. Цель Христа была избрать учеников и научить их. Показать всем последователям Христа, что значит идти за Ним. Давайте посмотрим, что значит следовать за Христом. Что Христос в своем учении, в свои эти три года, когда Он учил людей, когда Он избрал учеников, как Он показал всем верующим, что значит следовать за Господом. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Последовать за Христом – это отказаться от своих интересов в пользу Христа. Это не одноразовое действие в момент покаяния, когда Христос касается нашего сердца, когда мы понимаем, что мы грешники, когда мы хотим последовать за Иисусом, принимаем это решение, это не только в этот момент, когда мы становимся детьми Божьими, но это процесс всей жизни, это путь сораспятия, это последовать за Христом, объявить войну самому себе. Итак, первое, чего хочет Господь от нас следований за Ним – это противостоять своей греховной природе, противостоять своей плоти, которая желает делать грех. Это постоянный путь до того, как Христос заберет нас к себе. Посмотрим следующий текст, это Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 стих. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» И Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Богатый юноша, который хотел наследовать Царствие Божие и по меркам религиозного человека имел для этого веский аргумент, он исполнял закон, он старался жить по закону Моисееву, он не ожидал, что Христос коснется самого дорогого. То, к чему лежит его сердце. В данной ситуации это было богатство. Привязанность к материальным ценностям стала на пути к следованию за Иисусом Христом. Но Христос говорит, «Если ты хочешь следовать за Мной, сердце должно быть вполне предано Господу, никак иначе. Не должно быть в сердце то, к чему у тебя привязанность больше, чем Господь. Ты не можешь быть привязан к чему-то больше, чем любить Господа всем сердцем и жить его, жить по заповедям Его. Не должен быть посредник. Не можете служить Богу и мамоне. Так сказал Христос. В Евангелии от Луки 9 глава 57 стиха описана также встреча Иисуса с тремя людьми. Мы рассмотрим их. У каждого из них был диалог со Христом. Луки 9 глава 57 стих. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». И Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Этот человек, видимо, полюбил Господа. Он был с учениками, он был рядом, он видел Иисуса в действии, и ему хотелось также быть рядом. Он реально хотел следовать за Ним. Это был такой эмоциональный всплеск. Ему казалось, что так хорошо вот здесь и сейчас с Господом. Братья и сестры, это ощущение, всегда у нас присутствует момент покаяния, когда у нас первая любовь. Когда мы принимаем Господа, освобождаемся от этого груза, который нас давил, груза греха, мы хотим следовать за Господом. Но что дальше? Иисус ему говорит, «Следований за мной Господь не обещает легкий путь». Он говорит, у Христа даже негде преклонить голову. Христос нигде в Евангелии не обещает христианам процветания, успешный путь, что все у вас будет хорошо, что вы только будете получать какие-то благословения, материальные блага. Нет. Иисус Христос везде обещает вечную жизнь, мир с Богом, прощение грехов. Вот это было то, что Христос обещал. Но в следовании за Христом будут лишения, голод, нагота, трудности и даже смерть. Поэтому следовать за Христом – это быть готовым испытывать лишения. Следующий человек, разговаривая со Христом, читаем с 59 стиха. «А другому сказал, следуй за Мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй, Царствие Божие». По всей видимости, у этого человека была возможность досмотреть своего отца. Не идет речь о том, что отец умер, вот сегодня похорон, и нужно пойти похоронить и вернуться следовать за Господом. Потому что на Востоке хоронили в момент умершего, если это был небогатый человек, которого нужно было бальзамировать, сохранять, они до заката солнца хоронили тела умерших. Но речь идет о том, что у этого человека был отец, которого можно было досмотреть и получить имение, которое он имел. Но Христос сказал, чтобы он эту возможность передал духовно мертвым. То есть, может быть, речь идет о его братьях, которые есть у него, родственниках, которые не знают Христа, которые Христос не привлекает, они могут досмотреть отца. Он не был единственным. Но Христос ему показывает, что духовно мертвые не могут благовествовать. А это привилегия верующих в следовании за Христом. Но что препятствует? Я пойду, но не сейчас. Пока у меня есть планы, Господи. Но Христос зовет сейчас. Он говорит, это уникальная возможность сегодня стать его учеником. Какие у нас есть оправдания, когда Христос призывает нас последовать за ним. Когда Христос предлагает и говорит, сегодня у тебя есть все, здоровье, возможности, способности. Ты сегодня можешь послужить Господу. Сегодня Бог тебя может использовать в данное время, время свободы. Что стоит над препятствием у тебя на пути следования за Господом? Чтобы не благовествовать. Чтобы не служить Господу. Одно из условий в этом мы видим, чтобы следовать за Христа, нужно все, что мы считаем важным, пересмотреть. Пересмотреть ради Христа, отказаться и служить Ему. Третий человек, разговаривая со Христом, говорит, 61 стих, «Еще другой сказал, «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Иисус сравнивает здесь человека, который пашет землю. Он идет за валами, есть плуг. Ему нужно смотреть конкретно на плуг, давить на него, чтобы ровная была пахота, чтобы землю правильно пахать. Если он будет оборачиваться, он или пропустит, не вспашет хорошо землю, или начнет петлять. Иисус Христос сравнивает и говорит, «Семья, друзья, родные не должны быть препятствием на пути следования. Если решился идти, не нужно оборачиваться назад. Другого пути нет. Последовать за Христом – это поставить интересы Бога выше самых близких людей». Как это практически бывает? Живем мы христианской жизнью, смотрим на наших родственников, на друзей, думаешь, «А мой брат достиг успеха в бизнесе, а вот тот достиг этого по мирским понятиям. А что я? А я принял решение, чтобы быть всегда на собрании, а я принял решение, чтобы мои дети были в воскресной школе и участвовали и туда, и в церкви трудиться». А Христос говорит, «Не оборачивайся, не смотри на других, не смотри на своих родственников, следуй за мной». Их всех привлекало следование за Христом, но не на условиях Христа. В следовании за Христом нужно согласиться с условиями Господа, как Господь хочет, чтобы мы следовали за Ним. Дорогие друзья, следовать за Христом и сегодня – это не быть просто членом церкви, это не иметь верующих родителей, это не посещение служений, даже недобрые дела, но это большая привилегия, это настоящее и будущее с Богом. Последовать за Христом – это принять решение, это принять условия, это всегда находиться перед выбором, когда нужно отказываться от себя в пользу Христа. Обратите внимание на то, что когда Иисус избрал учеников, Он избрал их не на три года. Это не был короткий забег, короткая дистанция, когда выложились, и все – это было избрание на всю жизнь. У Христа была цель сделать из них ловцов-человеков. Последовать за Иисусом – это не короткое время сейчас, а это решение, которое должно сопровождать нас всю жизнь, чтобы мы в следовании за Христом оказались с Ним в жизни вечной и удостоились награды. Субтитры создавал DimaTorzok